Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 1 мая, день Космы, назван в честь святого отца Космы, исповедник. С юных лет возлюбив Христа, он оставил суетный мир и постригся в монахе, проводил строго подвижническую жизнь и достиг совершенства во многих добродетелях. Как говорили о нем, сделался обителью святого духа. Впоследствии святой Косма был назначен епископом в город Халкидун. В сане епископа он усердно защищал православное учение, выступал против еретиков иконоборцев, за что многократно страдал. Май месяц. Май месяц считался сердцем весны и юностью года. Природа возрождается во всех своих проявлениях. Эмоциональный настрой, жизненная активность на пике формы. Народи верили, что святой Косма беспокоится о простых людях, чтобы они не испытывали голода. Поэтому он защищает посевы от холодов и засухи. Ему молились о богатом урожае. В этот день старались посадить корнеплоды, свеклу и моркову. Утром перед пассивом подходили к колодцу и сбрызгивали семена родниковой водой. Затем бросали в колодец медные монеты, чтобы урожай был богатый. Было такое обычай. С первого мая ходили на реку тайком три ночи подряд. Дожидались рассвета и как только солнышко показывалось, опускали в воду семена. Примета. Первым майским дождем смачивать голову, чтобы волосы росли так же хорошо и быстро, как трава в мае. Когда высаживали семена или растаду, то загадывали желание. И если подстатка давала хорошие всходы, значит желание сбудется. Первый день мой холодный, значит конец месяца будет теплый. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!